Нирвана И какая-то вот там обложечка На ней написано New American Nirvana О, надо брать Это оказалась группа Crump О которой я ни слухом, ни духом тогда не знал Альбом назывался Romance is a slow dance И альбом датирован 1996 годом Вышел на лейбле, как выяснилось позже Quest и Warner Собственная река Включил я этот альбом И на тот мой Неокрепший еще юный возраст Не особо мне это мероприятие Конечно Зашло, но со временем Буквально где-то лет через пять Переслушивая его, я неожиданно въехал Насколько там круто все сыграно Кстати, кассета, которая мне тогда попалась Это было под таким себе лейблом Распространителя фирмы Western Thunder Я думаю, что эта фирма Много пролила музыки В наши, так сказать, неокрепшие Мозги в девяностых И начале двухтысячных Что с ней стало потом Я в интернете не искал Я уверен, что именно Western Thunder Налепили вот эту New American Nirvana туда Потому что музыка Ну да, это какой-то там Инди-рок Пост-гранж Может быть Но на самом деле От Nirvana там нет нифига На буклете от Western Thunder Значилось, что сие произведения Было сыграно тремя людьми Это вокалистом Робби Кронхолмом Гитаристом Марком Вейнбергом Который как бы исполнял их функции Бас-гитариста И барабанщиком Джошем Фризом Именно тогда я узнал Кто такой Джош Фриз То есть мне понравились там барабаны Круто так звучали Вот эти там ремшоты Вот эти обгонки Все такое классное И только спустя лет 10 Наверное Где-то в 2007 году Я узнал, что оказывается Джош Фриз Это нифига себе сессионный барабанщик Который записал Ну просто Множество хитовых альбомов То есть поучаствовал в создании Или записи хитовых альбомов Там у Иван Эссен С Оф Спринг И так далее и тому подобное Просто посмотрите его дискографию Ну вот то, как он играл там Меня именно реально поразило И я на него подсел Как выяснилось потом Альбом записывался более чем Тремя людьми в плане музыкантов Потому что кроме Джоша Фриза Там еще наиграл Джоэл Джои Джои Воронкер Не знаю, почему у него такое имя И Мэтт Пауэл Исполнял партии бас-гитары Сама по себе группа Крамп состоит из двух человек В оригинале Вот этого собственно Робби и Марка Которые с 93-го года И они из Сан-Франциско Они вот там вместе играли Видать, что-то у пацанов не задалось Группа Крамп долго не просуществовала Она выпустила два альбома Собственно Тут играет один человек Тут играет другой Помимо классных барабанов Там в принципе все классно Плачущий такой себе Страдающий вокалист С надрывом поющий Красивые гитарные Басовые партии То есть я действительно рекомендую К прослушиванию Не знаю фанатам какой музыки Наверное просто хороший Возьмите Найдите Он есть на Ютуб музыке Возьмите И зацените его Всего вам хорошего Хорошего музла